Итак, 12 причин. Этот круг все время будет у нас висеть. И путь, по которому мы пойдем. Первая причина, напоминаю, психология. То есть то, что мы думаем, знаем, во что мы верим, что мы хотим, что мы можем. Вторая причина, еда. Еда бывает с минусом, плохая еда. Вредная, опасная, токсическая, которую нельзя пушить. И бывает с плюсом, хорошая еда. Первое, что мы делаем, всегда, в любой ситуации, мы бесплатно, абсолютно, бесплатно убираем плохую еду. Кто-то уберет на 5%, кто-то на 10%. Когда приспичит, гарантирую, на 100% уберете. Вопрос только, когда приспичит. Хорошо, чтобы поздно не было. Потому что, когда уже гром грянет, уберете вообще все, что ели в течение этой жизни. И будете питаться тем, чем никогда бы не стали есть в обычной жизни. Но хорошо, чтобы не было поздно. Поэтому с едой надо сразу разбираться. Мы тут были у друзей в Киеве. И у одной нашей дистрибьютора друг есть, который занимается пищевкой. Ну, так называемой пищевкой. Я говорю, скажите, пожалуйста, нам, что придумали новенького. Он говорит, ой, мама дорогая, такое придумали. Вот у нас есть лутомат натрия, да? Лутомат натрия. И мы знаем, что он вызывает. Глоукову, слепоту, старческая слабоумие, болезнь Альцгеймера. В общем, массу-массу вещей. А сейчас уже придумали еще два таких же продукта. Один называется инозитол. Это предвкусие. Предвкусие. А второй называется... Гуанидин туда. Это называется послевкусие. Гуанидин. Представляете ситуацию? Если раньше был только усилитель вкуса, то сейчас есть усилитель предвкусия и усилитель послевкусия. То есть вы не просто съедите вкусную колбасу из черти чего подобного. А вы еще перед этим будете, как только ее понюхаете, там чуть-чуть попробуете. Для тех, кто решил попробовать. Предвкусие. И он еще долго-долго, человек еще, наверное, два-три часа будет кайфовать от этой колбасы, с которой ничего нет. Представляете, куда мы идем? Понимаете, ну нельзя сказать, что мошенники. Что глутомат натриотоксический элемент выяснили через 15 лет после того, как его изобрели. То есть нельзя, так сказать, напрямую. Вот мы вчера съели люля-кебаб в ресторане, и долго-долго послевкусие такое было. Я уже начала сомневаться. Или мясо было натуральное, хорошее, а не просто вкусно готовят. Либо у них в рецептуру уже входят вот эти вот вкусие-послевкусие. То есть, а как теперь определить-то? Если сам не готовил, ничего не определишь. То есть, ну просто, там монстры сидят, в пищевке, такие монстры. Это просто колоссально. Вчера сразу после вечера мы приехали, говорю, прямо к продавщице в лоб, говорю, так скажите мне честно, просто, честно, какая у вас асмяса? А, извините, два процента максимум. Я говорю, ну что-нибудь с мясом. Ну, хотя бы что-нибудь из того, что у вас там лежит. Может быть, карбонат, она говорит, тоже там, текстурированный. Ну, вообще что-нибудь мясо-мяса, она говорит, ну нет, знаете, просто купите кусок мяса, творите. Правильно говорить. Правильно говорить благодаря мясной матери. А? У мяса. Ой, дорогая. А витрина, вы себе не представляете, ну просто мясная, обрыдаешься. Поэтому вот здесь вот, вы никто не перешагнете, вот тут и застрянете на подступах к питанию. Поэтому лучше сразу отказывайтесь, не надо мудрить. Вода. Бывает минус, так же, как напитки. Плохая, бесплатно. Ну просто, товарищи, не откажетесь добровольно от раскрытого кофе, от минеральных вод, от всяких, не именно, тоже принудительно откажет. Принудительно будет. Тот, кто добровольно не захочет отказаться от соков из магазина в пользу фрешей, тот получит очень большую проблему. И принудительно потом, потом врач скажет, вы знаете, у вас там то-то-то-то-то-то-то разрушилась, типа поджелудочная железа, вам надо обязательно убрать соки. Но когда она разрушится, ее уже не соберешь по кусочкам. Это не пазл. И добавить все, что есть нормально, осознанно ввести это в режим жизни, в жесткий режим. То есть, если вы сами не пьете сок, но регулярно покупаете апельсиновый сок своему ребенку из пакетов или томатный, или еще какой-то. Человек советует, а чуть-чуть-то можно? Ну, конечно, чуть-чуть можно. Чуть-чуть и будете болеть. Не вопрос. Мера ваша, время ваше, скорость ваша, все зависит от вас, цели ваши, желания ваши. Вот доскоги прогнозируйте же, так вот, по чуть-чуть. Лучше 40 раз по разу, чем не разу 40 раз, да? АБВГД. Если тут полностью ваш контроль, вы здесь полностью ваш контроль, то АБВГД вообще бесконтрольное, ничего не сделаете. Кто-то освободился, снова заразился. Кто-то освободился, снова заразился. Только герпес прошел, кто-нибудь раз вам чихнул. Причем даже если никто не чихнул, откуда вы знаете, кто перед вами из стакана пил? Вы же не будете одноразовыми везде пользоваться, да? Ну, в поезде, например. Моют там вообще стаканы или просто вытирают? Вообще не вопрос. Вообще непонятно. На счет про жизнь своя ложка, своя стаканка как у солдата, да? Ну, разовые. У нас все сейчас уже одноразовые, но иду, так сказать. Одноразовые становится многоразовыми, даже презервативы моют и сушат, да? Все дорогое. Нет, ну, когда шприцы, извините меня, одноразовые, наши медсестры кипятят, причем-то? на, как это? На бинтики, чтобы они не расплавились. Ну, это нормально. Медицина. Просто опасайтесь. Вот. Ну, просто опасайтесь. Я вам рассказывала, как один наш друг из Урала случайно закапал капли в глаз для носа с атропином. И чуть не умер. и продолжал капать, пока жена не закапала и не определили, что это откапит. Все, парализация полная. Человек капнул, атропин, ну, атропин, понимаете, что это такое? Это спазмолитик мощнейший. Даже прямая кишка откроется и не закроется потом пять часов, да? Сам имеет несколько аптек, много, да? Купил в аптеке каплю для носа насморк хронический. Закапал, через пять минут парализовала. Потому что мгновенное поступление никто не мог понять. Только придет в больницу откачать, он закапает и его снова парализует. Пока язвы не заработал. То есть, ничего, пожалуйста, никуда не капайте. У нас сейчас аптека доступна, это все без рецепта врача. То есть, вы идете, капаете во все места. Капаете, пьете, тераплю, там, ну, все это, ну, просто вообще. А фармбизнес говорит, ну, все нормально. Очень аккуратно, прошу вас, то есть, вот, потому что расшифровать, что вы приняли перед этим, ну, вообще никто не сможет. Если вы ребенку СРЗ дадите там парацетамол, он впадет в кому, то это будет закономерность действия парацетамола на больного ребенка. И вы уже никогда не поймете, что у него было, менингит, ТРЗ, потому что парацетамол вызывает при передозировке малейшую, глубочайшую хобу. Спазм аккомодация, то есть, отключение печени, отключение почек, разрушение головного мозга и так далее. От одной таблетки аспирина можно получить в кровотечении и при слабых сосудах. То есть, химию аккуратно. Мы сейчас имеем возможность, ну, не последнюю копейку дайдай, мы имеем возможность перейти на натуральные какие-то вещи. В конце концов, лучше не вылечиться. Организм сам выглядел, чем перелечиться. А дальше наследственность. Все меняется. Доказано, я вам уже говорила в прошлый раз, что при здоровом образе жизни впервые было проведено генетическое исследование. Брали 30 человек с раком простаты, 3 месяца вели их здоровым образом жизни, но у них такое особое представление. Ну, хотя там были витамины, минералы, не знаю, насколько натуральные, но убрано было питание, все патологическое. 200 генов болезненных выключились, 40 нормальных включились. То есть, представьте себе ситуацию, здоровый образ жизни влияет на гены. Я вам уже говорила об этом, другое дело, что сейчас те люди, которые не слышали, движение, вредные привычки, биоэнергия, чужая, ненужная биоэнергия, экология, вот это тоже бойтесь. То есть, ну, как бы, ситуация такая, не то, что бояться, почему бояться, знал бы, где упал соломки, бы подстелил. Но, вы понимаете, что, реально, реально, вы беспортили воду в городе, и на следующий день весь город умрет. Ну, кто-то же когда-то должен до этого додуматься. Ну, это совершенно очевидная вещь. Вон, в Уфе встали, в Синолу спустили. Зеленый город выпил, весь Синолу, до сих пор лечатся. Потому что, непонятно, что завтра пойдет через водозаборные колодки. Поэтому, хотя бы, то, что поступает в больших количествах, я не думаю, что можно там апельсином или мандарином утравиться насмерть, да, но литром воды, в общем-то, можно. Если чувствуете, что в организме какой-то непорядок, смотрите, что вы пьете, в первую очередь. Потому что, литр воды, это очень серьезная нагрузка. И это экологическая нагрузка. Не пейте из непроверенных источников. Ну, мы когда приехали в Суздаль, главный врач, я была по конференции Гринписа, значит, экологическая конференция, главный врач встала и я их так застала, у нас в Суздаль нет ни одного здорового ребенка. Мы просто вообще в губах упали. Почему? Стояла часть армейская и гептиловое топливо ядерное просочилось в водозаборные какие-то горизонты. И теперь все получают, что называется, воду с элементами либо стронция, либо других наполнителей этого гептилового топлива. Потому что, ну, топливо серьезное для ракетных двигателей, да? Что там, откуда вы берете это все? Совершенно непонятно. Вот, если уже источник проверенный, и там, в общем, куча деревень бьет оттуда, да? И причем там сто лет, ну, может быть, еще как-то. То есть, ну, на всякий случай что-нибудь сделайте, ну, хотя бы там эту воду очистите каким-то образом. Травмы, тут сильно не предугадаешь, знать не только, что долечивать надо. Ну, время все пройдет. Все, 12 причин. Мы пройдем с вами их за 2 дня 8 раз. Но пройдем неприменительно просто к образу жизни. А, например, фибромиома, 12 причин. Мочекаменная болезнь, 12 причин. Потому что человек, у вас мочекаменная болезнь, потому что, ну, врач вам скажет, потому что у вас урат, и вы, допустим, кушаете много мяса. Вот поэтому у вас мочекаменная болезнь. Ну, не угадали. Потому что мочекаменная болезнь не потому что мяса много кушаете, а потому что ферментов не хватает. Это уже вообще в другую сторону. Или потому что воды мало пьете, Это все уже в третью сторону. Или потому что в кислой среде у рака выпадает посадок. Это уже вообще четвертая сторона. И даже если вы исключите мясо, у рака будет образоваться из чего-то другого. Из рыбы, например. Потому что все остальные процессы останутся. Поэтому есть смысл при каждой патологии идти полным комплексом. Но делай упор на какие-то там 2-3-4 звена. Это не значит, что все надо с утра до ночи заботиться о своем здоровье. Это нет. Это должно быть настолько естественно. Если вы поубирали еду, воду патологическую, уже 90% что вы в правильную сторону идете. Так, это что морковка так? Буду. А это что? Вареная колбаса? Нет, не буду. Сегодня не буду. Сегодня так. Потому что постоянно об этом думать, о том, что съесть, оно настолько должно быть уже один раз прописано. Мы с вами уже дефектные ведомости составляли на все случаи жизни. Но, понимаете, какая есть ситуация? Дефектные ведомости – это тогда, когда вы вообще над собой работаете. А когда вы просто знаете, как питаться, это вам мало чем поможет. Все работает в системе. То есть вы обязательно должны поставить себе цель. Например, раз похожий желудочно-кишечный тракт. Ну вот вы возьмите себе 3 месяца для разбега и скажите «хочу», «хочу, чтобы за 3 месяца у меня нормализовался желудочно-кишечный тракт». И по этому направлению работаете. И так постепенно вы от всех своих проблем и поедете. Каким путем идем? Идем очень логическим путем. Ничего не перешагивая, никуда не перепрыгивая. Не надо никуда прыгать, в сторону. Наводим порядок в голове. Считайте, что первую ступень наведения порядка вы сделали. Вы сделали информационную ступень. То есть мы живем одновременно в четырех мирах. У нас есть физическое тело – это наши органы. У нас есть сенсорика – это наши чувства. Мы их не трогали вообще вкусно, невкусно, хорошо, невкусно. Мы вообще туда не ходили. У нас есть интеллектуальный мир. Вот мы здесь с вами все время сидим. То есть знание, информация. То есть человек знает, он делает. Потому что тот, кто поверил Порфирию Иванову там 10 лет назад, тот уже и обливается, и не плюет, и так далее. И тот уже гораздо лучше себя чувствует. В любом случае система полезная, да? Другое дело, не комплексная, но полезная. Что-то в ней есть полезное. Кто-то поверил Норбекову. Тоже головой двигает, улыбается, тоже нормально. Не важно, что при этом глисты. Ну, не важно. Норбеков не знает, что таксакары живут на сетчатке глаза, и что от этого отслаивается сетчатка глаза. Он будет утверждать, что если вы улыбнетесь, если башкой покрутите, все нормально будет. Но он вообще-то прав. И с инструкторами Норбекова работать, ну, просто одно удовольствие. Они говорят, мы им говорим, бета-каротин нужен. Потому что основа бета-каротин, витамина. Они говорят, не надо ничего, вы бета-каротин. У нас тут 300 человек двигали голову, у них вообще все нормально, очки сняли. Мы говорим, так оденут через 2 недели. Не верят? Нет, нет, нету бета-каротина. Есть бета-каротин. И глисты есть, и бета-каротин есть, и вредные привычки для глаз есть. И много-много чего есть. И хламидии в глазу живут, и кандиды живут, и вирус герпеса живет в глазу. И никакого отношения к физкультуре это вообще не имеет. А уж бета-каротин точно, куритная слепота, все, хоть как башкой груди, хоть направо, хоть налегкой встань на нее. Ничуть легче не будет, только комплексный подход. Вот если вам этот комплексный подход удастся в себе, ну хотя бы бассейн немножечко. Духовный мир, мы его вообще не трогали, это ваша вера. То, что верите, то вы и будете делать. То есть мы с вами сейчас сидим полностью на вашем интеллекте, пытаясь его немножечко информационной волной раскачать. Но если вы ни во что не верите, я не верю в природу. А в что ты веришь? В коммунистическую партию? Не вопрос. Она тебе дулю показала еще там 20 лет назад. Пожалуйста, верь во что хочешь. Хорошо, если ты в правильные вещи веришь, да? У тебя есть что-то духовное такое. Кто-то верит только в эмоции. Все. Эмоции, эмоции, эмоции. Вкусно, невкусно. Там сладко, не сладко. Это я не могу, потому что это горько. А это я не могу, потому что наоборот сладко. А это пахнет. А это вот тут не проглотить, потому что это. Когда приспичите, проглотите и понюхаете, на голову намажете. И что хотите, сделаете. Просто не было зачем. И физическое дело, это то, что реально вы делаете. Но если я реально не делаю зарядку, ну реально ее не делаю. Даже лежа в кровати. Я все время не думаю. Это как мысли. Кажется, я думаю, так, надо начать делать зарядку. Причем я совершенно не против зарядки. Я даже, чтобы не соврать вам, я знаю, по-моему, около 40 методик. Самых лучших в мире, которые есть. Специально обученный. Инструктор по самомассажам, самозарядкам. То есть, если мне кто-то спросит, я его распишу просто вообще. Куда ногу поднять, куда завернуть, как уши помассировать и так далее. Просто. Очень грамотный в этом человеке. Ни разу не сделаю зарядку. Потому что, ну вот, физическое дело. Но зато я знаю, что если приспичит, то меня приспичило там позвоночником. Я, знаете, 4 дня поставила себя на ноги, 2 года пока стою. И точно знаю, что тяжести носить нельзя. Когда схвачу там больше 50 килограмм, я вешу приблизительно там 58, схвачу 50, чувствую много. Думаю, ну, что делаю, надо насильников звать. Насильники, насильники. На вокзале. Ну, выходишь. Чемодан весит 25 килограмм. Я почему стою, что он весит 25 килограмм? Я все время за него плачу в самолете. Говорю, что у вас в чемодане? Я говорю, что, что, колонка, говорю. Я говорю, тихо, говорю, мне голос тихий. Я говорю, как же колонка нужна? И вот с этой колонкой по 50 городам мира, да? Я говорю, что вы видите в Италию со своей колонкой? Что там колонок нету? Я говорю, там нет такие. Вот она, родимая. 10 килограмм весом. То есть, если тут разбаланс, а у нас разбаланс. Разбаланс у нас полный. Если я верю, то ничего не знаю. Если я знаю, то ни во что не верю. Если я верю и знаю, ну точно ничего не делаю. Потому что слишком много знаю. Только соберешься делать. Это же никакой настроение не стопит. У нас такой вот, ну просто. У нас с вами, да? У нас с вами. Я же не говорю про себя. Я же про вас тоже говорю. Я вообще могу и говорю только. Я могу говорить только про вас. Но тогда вы будете думать, что ваши права ущемляют. У меня вот, собирали меня в дорогу украинцы. Что вы думаете, они не принесли? Ну что думаете, они не принесли? Сало. Сгущенку сало. Если бы сало. Сгущенку. То есть, вы знаете, как наркоманами становятся, да? День три банки, сгущенки, и ты кальциевый наркоман. Второе. Нормализуем еду. Третье. Нормализуем воду. Причем, вот здесь вот, с едой еще ладно. Не несите умирающему больному куриный бульон. Он ничего из него не получит. Лучше свежевыжатый маковный сок. С растительным маслом, да? Хоть какая-то польза будет. Но только не куриный бульон. Потому что, как вы спросите, что после операции можно больному? Вам врач скажет. Куриный бульон, яйцо вареное в культуре. Что там еще? Котлету дают, да? С макаронами. Вот это ему все нельзя. Так вот, с водой, в зависимости от тяжести, чем тяжелее человек болен, тем меньше других напитков он может принимать. Мы сейчас будем говорить про гипертонию. Так вот, гипертоник, кроме воды, вообще ничего не должен принимать, если он не хочет быть гипертоником. Если хочет быть гипертоником, в зависимости от того, насколько он хочет быть, он увеличивает количество других напитков, кроме воды. Потому что они все будут поражать. А чай можно? А зеленый? А красный? Зеленый чай, это все равно, что черный. Это то же самое. Только один недосушенный, недоферментированный, второй досушенный, доферментированный. Это все одно и то же. А кофе можно? Нет, кофе нельзя. А цикория? Ну, с цикорием можно. А что ты ведь пьешь? Ты же врач запретил. Так я ему заплатила, он разрешил. То есть, если вы врачу заплатите, он вам все разрешит. Поэтому, как только сказали слово, аллергия, все, только вода. Как только сказали слово, там, не знаю, опухоль какая-либо. Или, как только сказали слово, камни в печени. Просто сказали даже камушки в печени, сказали гуски в печени. Тихо, тихо так. Все, только вода. Какой чай при камнях в печени? Они от этого чая, наоборот, и образуются. И говорит, у меня песок в печени, а что ты пьешь? Ты воду пьешь? Нет, я воду не пью, потому что у меня песок в печени. Я боюсь, что если я воду буду пить, он пойдет. Ну, правильно, он пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет на выход. Пока песок пусть отходит. Пусть идет, соединяется с горами. Просто у себя его копишь. Внутри организма. Все да наоборот. Все да наоборот. Те, у кого песок, те и не пьют воду. Я не могу быть в печке нагружать. У меня там песок. Не дай бог двинется. Слава богу, выманить его оттуда. То есть, ну, товарищи, можно да наоборот иногда. Но не все же наоборот. Ну, хотя бы что-то не наоборот. АБВГД программы будут делиться на АБВГД программа-еда. Вот так пишите. А, Б, В, Г, Д, Е, Да. А, Б, В, Г, Д, А, Б, В, Г, Д, Д, А, Б, В, Г, Д, Е, Да, противовирусная. Вот если у вас вирус, нашли три вируса, из них два канцерогена. Человек говорит, а что делать? Ну, питаться так, чтобы вирусы не размножались. У вас должен быть список продуктов. Мы его писали на одной из наших академий. Клюква, брусника, там, хрен, лук, чеснок. Мы писали противовирусные продукты, не препараты, да, продукты. Если вы написали 100 противовирусных продуктов, у меня будет время, я сяду, напишу, просто вот, ну, просто не попадаю даже домой. Их надо просто вот, ну, написать один раз. Обсуждается только написанное. Если они у вас в голове, эти продукты, то вирусы у вас внутри. А если вы каждый день будете съедать 5-6 противовирусных продуктов, съедать реально, в живом, онлайн, вот просто съедать их, то вирусов будет меньше, 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 меньше. То же самое грибковые продукты, паразитарные продукты, противолемблиозные продукты. Сейчас куча справочников, вообще миллиард. Есть даже справочники с таким рубрификатором. Все продукты, которые действуют, например, на вирусах. Есть такое, все продукты, которые действуют на глистов. И там целый-целый огромный список. Просто у кого-то вирусы, у кого-то глисты. Если у вас вирус, то вам не нужны продукты от глистов. Но если только вы не в режиме комплектации работаете, да? А вообще 5 видов. А, так, Б, 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 Б. 5 видов питания. Должны быть даже продукты против лямблии. Чеснок точно продукт против лямблии. Они его терпеть не могут. Человек будет наставить, я чеснок есть не могу. Как только я семью, у меня рвота, тошнота, понос. Я говорю, вот поэтому и надо. Вот поэтому и надо чеснок есть, именно потому что у тебя от него рвота, понос и тошнота. Это называется очистка печени. Тошнота с рвотом и с поносом. Понятно, что да наоборот? Что да наоборот? У меня на лист черного ореха прыщи высыпали. Так супер. Внутри умер грибок. Куда он денется? Высыпется наружу. Потому что сам лист черного ореха не задержит в себе прыщей. Значит, что ты спровоцировал какую-то очистку? Везде, где я все высыпала, отвалилась, вытекла, ушла, просочилась. Это хорошо. Сопли побежали, супер. Счастье. Господи, спасибо, что у меня сопли побежали. Знаете, что-то было внутри, что организм очистился. Потому что вы все дырки стараетесь заткнуть. Туда закапать, туда закапать, туда закапать. Организм вообще не может очиститься. Я очень сильно потею. Я говорю, слава богу, если бы вы не потели, вы давно умерли уже. У меня ребенок ночью обливается холодным потом. Я говорю, слава богу, работает лимфатическая система. Слава богу, он еще с вашими глистами обливается потом. Потому что если он потеет, то это плохой прогностический признак. Кто-то у него живет внутри. Либо вирус, либо бактерия, либо простейшая, либо лямблия, либо обисторха, либо таксокара, либо таксоплазма. Ищите, кто живет. Что-то у меня случилось с печенью. Я говорю, ничего с печенью не могло случиться. Либо отравились, не то что-то съели, либо кто-то попал. Что еще может случиться с печенью? Жила-жила печень. Вдруг что-то с ней случилось. Минуточку назад-назад, от слова вдруг. Мотаем назад. Вдруг когда наступило? Вдруг наступило 4 часа назад. А что перед этим вдруг было? Ну перед этим вдруг мы с другом пошли там. И съели по котлете. Ну так не вдруг печень заболела. А сначала вы с другом съели по котлете. А потом у вас заболела печень. Значит в котлете что-то такое было. Что печень решила, что это ей не надо. Потому что ничего не бывает вдруг, товарищи. Но этот вдруг бывает отсрочен немножечко. Поэтому надо мотать назад достаточно долго. Человек вдруг пожелтел. Вот здесь сложно вспомнить, да? Потому что 40 дней назад он пошел в туалет, не вымыл руки. Получил гепатит А. 40 дней вирус развивался. И потом вдруг он пошел в тему. Это тоже вдруг не бывает. Потом говорю, мойте руки после общественных туалетов. Имейте везде салфеточки такие спиртовые. Человек говорит, ой, у меня не спиртовая салфеточка. Так не спиртовую выкинь. Спиртовая нужна салфеточка. Чтобы вот уничтожить. Ну либо колоть это серебро. В пульверизаторе, да? Чтобы попрыгнуть, чтобы мне еще много тратить. Вот здесь должно быть раз, два, три. А вот АББ для программы. А четвертая ступень для продвинутых. Это уже медикаменты. Это уже когда вы сами не можете себя взять в руки. Вам врач уже назначит по полной программе. Хорошо, если успеет. Вот это уже медицина, она вот здесь вот сидит. Чистка. Глубоко не углубляют. Пять органов, пять систем. Чистили. Сейчас, слава богу, есть диски на все случаи жизни. Просто вообще на все. Я уже не знаю, на какой случай жизни у нас нет дисков. Поэтому. Надо учиться чистить пять систем. Всего пять. Что тут думать? Сердце, бронхи, кожа, почки, кишечник и лимфа. До пяти считать умеем все. Вот у нас пять пальцев на руке. Загибайте, сколько вы систем умеете чистить. Причем безопасно, как написали. Натурально, осознанно. Я чищусь медом. А что ты чистишь медом? Ну, кровь чищу медом. Некоторые говорят, что они лимфу медом чистят. И главное написано в некоторых словах, что мед очищает, например, как мед может очищать, когда он растворяется до молекулы. И как он не может ничего очищать? То же жирок шутуша шляхивает. Мед вы просто кушаете. И он там растворяется, и он вас питает. Если вы клетку спросили, как тебе помочь? Она сказала четыре вещи. Накормить, напоить, очистить и не трогать. Работать сама можно. Не надо пинать, не надо составлять. Ничего не надо делать. Накормить, напоить, очистить. И поэтому вам, что такое накормить, надо знать. Что такое напоить, надо точно знать. Что такое очистить, точно надо знать. Напоить в смысле промыть. Если вы промываете клетку кофе, мы перепутали. Мы перепутали. Пошли попьем кофе. Пошли. Сели в ресторан. Выпили чашечку кофе. Сели там два тортика. Вот так попили. Ничего себе. Это как-то бабушка сидит на перекрестке. И держит в руках один глаз, другом черепе. Потому что бабульчана, тут чихнула. Ничего себе. Вот так мы с вами ничего себе попили. А в организме перед этим была жажда. Жажда реальная, которая говорит, поди попей. Поди попей. 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 Человек пошел поел. Ты что? Ты вообще слышишь, что они тебе говорят? А потом вас беспокоит камень в печени. Алло. Фермерши плюс бактерии. Сто процентов. У человека всегда вопрос. А что дальше? А что дальше? Дальше там год полет нормальный. Два полет нормальный. Должны поступать ферменты, пища с ферментами, бактерии. Все это должно перевариваться, усваиваться. Все это должно быть ну просто вообще. Оптимально. С пищей вариться. Пища должна вариться. 300 грамм пищи каждому в руки. Желудок вмещает 300 грамм. Запомните. Волшебная цифра. 300 грамм. Как говорит котенок. Желудок котенка вмещает наперсток. А живет для вас, это вообще здоровая собака, да? Вот. Поэтому. У нас тоже наперсток такой. Слушай, у нас не наперсток. У него наперсток, это у нас стакан. С стакан в 200 грамм. Точно, банк отпущенки по размеру. Клеточное питание. Клеточное питание. Витамины, минералы. Мы сто раз уже про это говорили. Аминокислоты. Но перед тем, как клетка должна кушать, она должна сначала отдохнуть, очиститься. Умыться. Перейти себя в порядок. Потому что с разбега она не кушает. А она кушает после гигиенических процедур. А дальше, пожалуйста, двигайтесь, избавляйтесь от вредных привычек. Бросайте пить, курить. Там, что еще какие-то вредные привычки. Ходить на каблуках. Ну, только много таких вредных привычек. Причем у каждой системы свои вредные привычки. У каждой системы минимум 10 вредных привычек. Мы дойдем когда-нибудь до этого. Сделаем лекцию по вредным привычкам. Обхохочетесь. Каждый будет тогда заполнять. Потому что меня будет интересовать. Если 120 у вас сколько? Потому что вы думаете, что все вредные привычки у меня. Потому что я про них говорю, да? И сами сидите. Как я в одной группе. Напишите свои вредные привычки. Ангелы сидят. Ангелы. Честно, понял. Так пить я не пью. Курить не курю. Не потерю все. Вредных привычек нет. Наркотики не употребляю. Смехом, смехом. Напишите-ка свои вредные привычки. Мысль дальше. На этом мысль оборвалась. Я говорю, а это есть? А это есть. Записываем. А это есть? Есть. Записываем. А это есть? Есть. Ой, мама моя дорогая. Ой, Арсенья, напечатайте. Я говорю, ага, большими буквами. Диктую печатными буквами. 20 отрядных привычек. Экология. Экологическая защита. Защита. Должна быть экологическая очистка, но она будет впереди немножечко. И должна быть экологическая защита. То есть, если вы уже себя хорошо чувствуете, спрашиваю некоторых. Вы говорите, что с собой делаете? Ничего. Я говорю, я уже с собой все делаю, чувствую себя уже хорошо. Я говорю, самое время начать все принимать. А зачем я себя уже хорошо чувствую? Я говорю, чтобы чувствовать себя, продолжать хорошо, нужна экологическая защита. В любом случае нужна. Поэтому, если кто-то думает, что он уже весь, всех наши продукты съел, ему уже больше ничего не надо, что он уже абсолютно чистенький, здоровенький, то воздух никто грязный не отменял, воду никто грязную не отменял и так далее. Все равно где-нибудь будете зацеплять. Сделали анализ крови по французским моделям. Они применяют очень много средств ухода и заботы о коже. То есть, там скрабы, там всякие пенки. Массажи с маслами. Ну, вообще, все, чтобы быть красивыми. Сделали анализ крови. И статья называлась «Вампиры сдохли бы от ужаса». Просто, вообще, реально. Потому что там превышение доз предельно допустимых концентраций химических и отравляющих веществ. Не просто что-то, да? А в целом химия крови делалась. В 5-6 раз. При регулярном использовании. Пена для ван, скрабок, шампуней, ненатуральных мыл, зубных паст и так далее. Блин, да нет, лучшая зубная паста. На первом месте по стиранию шейки зубов. Просто чемпион. По стиранию шейки зубов. Три года использования и шейки надо покрывать золотом, сусальным. Только порошки. Только порошки. Для чистки зубов. Микробат. Микробат, конечно. Да хоть мел, хоть, ну, я не знаю, хоть порошок там мятный. За три рубля. Кстати, его сейчас нету еще, между прочим. Еще не сильно и достанешь. Отбеливающие зубные пасты придумали. Супер. А кто хочешься. Три раза отбелил, и эмаль слезла. Больше отбеливать нечего. Все уже отбелено. Ну, бред, товарищи. Ну, просто бред натуральный. То есть, как можно отбелить желтые зубы? Скушать больше кальция. И меньше пить кофе с чаем. И зубы будут белые. А? Не пить, не курить. Ну, там, да. Вы знаете, приехала в Монголию. Вообще чудесная страна. Абка хочется. Дает, говорит, Турлия Феяна. Сыру хотите? Во-первых, хочу, только он жесткий. Наши дети все такой сыр едят. Такой хозий. Или хозий, или кобылий сыр. Соленый. Вообще. Молодцы, ну, просто. Там нам до монголов еще постепи, сто лет скакать. Чтобы близить на их интеллекту приблизиться. Наши дети все без зубов. А у них дети вместо конфет. Заметите, вместо конфет. Грызут с рождения. Вот этот вот циркобылий. Творог такой. Который не угрызешь вообще. Приходится сосать его. Потому что откусить его нереально. И вот они сосут его. Что называется, вот монголов вот столько. Улыбаются. Блин, 32 зубы. Белейшие. 150 букв русских. Ни одно слово непонятно. Даже слово да вообще непонятно. Что сказал человек. Никаких аналогий. Зубы, ну, идеальные у всех. У нации в целом. Вот грызут это, циркобылицы. Приходится. Нет, во-первых, там калий. Во-вторых, там ферменты. В-третьих, там кальций. В-четвертых, там все аминокислоты. С молока. В-пятых, он не разгрызается. Они его сосут, лижут. Механическая очистка. Да, механическая очистка идет. Плюс там еще вот эти вот, ну, скажем так, ферментативно-гормональные в этом корове, в смысле лошадиные, ну, гормоны, условно говоря, которые иммобилизуют свою иммунную систему. И им вообще самотологи не нужны. А что нам мешало этот кузи-сер грызть? Вот что нам мешало пресс-кузи-сер монгольский? Бега-свет. А, вот и светом, да? Ну, понятно. Знаете, мы обладаем таким уровнем интеллекта, что если бы мы взяли все лучшее, что у стран есть, у Болгарии бы взяли болгарскую палочку. Ну, например, да? У Монголии бы взяли вот этот сыр. Кстати, он есть и в Узбекистане, только другой вариант, и в Казахстане, и в Туркменистане, и везде. То есть у них дети не едят конфеты. Поэтому они не ходят к стоматологу, реально. У них прекрасные зубы. Причем я специально, я просто как увидела, настричал шофер, вообще зубы как голливудская улыбка. Я прям начала обращать внимание конкретно. Прям хорошо, ты грядешь, ну, а как же, у них пол кармана сырая. Так, что у нас тут еще? Ну, последний отказ от медикаментов, и здесь энергетика, энергия. То есть все, товарищи. Если кто-то придумает, либо сюда что-то, причины, назову именем вашего, вашим именем назову. Буду говорить, причина дистрибьютора такого-то. Все отсюда вошло. Мы уже и так думали, и так думали, и так думали. Думаю, может, еще какие-то причины есть, чтобы нам заболеть. Меня не устраивает знать три причины. Потому что мне человек скажет, что вот это. Я скажу, ну все, это мы не угадали. Поэтому мне надо было знать сразу все причины. Мы начинали с трех причин. Три, потом четыре, потом дистрибьюторы добавляли, добавляли. Получилось двенадцать. Вот три года рекорд стоит в двенадцать причин заболеваний. И путь. Путь логика. Сначала приведите в порядок голову, разберитесь с едой. Если на сразу геморрой бросаешься, ничего не поможет. Разберитесь с едой. Разберитесь с водой, разберитесь с сожителями. Почистись. Ферменты. Напитай клетку, подвигайся. Защитись, избавься от предок привычек. Накачай энергию и откажись полностью. От химических медикаментов. Я понимаю, что когда болит голова, их надо что-то делать. Ну куда-то бежать, идти выступать. Понятно, можно принять таблетку. Одноразово или там. Например, насморк. Понятно, что он за один день не пройдет, надо выступать. Там закапайте. Никаких проблем. Но это не должно быть в системе. Одноразовое использование не сильно нарушает организм. Он мощный. А вот системное использование токсических веществ. Это разрушение. Все. На этом мы по концепции больше не говорим. Мы сейчас идем конкретно на болевания. И питание миомов, и бромов, и псориаз, и зима. Потому что вы на уровне систем пока еще работать не можете. Вы можете работать пока еще на уровне признаков и патологии. То есть вам надо, вы конкретно подходите и спрашиваете, как избавиться от псориаза. Если я в этот момент вам начну рассказывать, что вы знаете, кожа тут вообще ни при чем. Что псориаз это не заболевание. Что у кожи не бывает, кроме чесотки, ни одного заболевания. Что оказывается, кожа это зеркало кишечника. То есть это, я на один вопрос не могу, я могу сказать никак. Либо вот так. Поэтому когда вы будете спрашивать, а как избавиться от лимфограноматоза, от геморроя, от перхоти. Я все время буду говорить, вот так вот. Образом жизни. Вести противогеморройный образ жизни. Вести противогеморройный образ жизни. Вести противогеморройный образ жизни. Чтобы хотя бы так вы запомнили. Потому что вы все время будете думать. А вот что будет, если я полматки удалю? Я говорю, ну полматки останется. Через три года там будет снова фибром, а в полматки. Без разницы, что вы удалите и что вы отрежете. Хирург это вооруженный терапевт. Отрезать можно все, что вам не нужно. Но, как правило, отрезать нечего, потому что все для чего-то нужно. Но потом все в пылись будет. А как это надо было? А теперь гипертоническая болезнь. Все уже знают, что есть 12 систем. Мы сейчас по системам идти не будем. Мы будем идти конкретно по патологии. Причина-следственные связи гипертонической болезни. Прямо так называется тема. И образ жизни, избавляющий от гипертонии. Берем конкретно. Мы не берем сейчас ишемические заболевания сердца. Мы не берем сейчас ревматизм. Мы не берем сейчас стрессы. Ну и так далее. То есть мы берем конкретно одну проблему. Я бы сказала так. Диагноз гипертонической болезни 2 А стадии. Цереброкардиальная форма. У нас сейчас уходит просто. Проблема гипертония. Потому что, когда вы человека спросите. А в какой у тебя проблема? Он скажет. У меня проблема гипертония. Что он под этим подразумевает? Понятно, да? Периодически или постоянно у него повышается артериальное давление. И вам надо результат. Вам надо, чтобы у него этой гипертонии постепенно становилось меньше, меньше, меньше. И чтобы в конце концов давление нормализовалось. Но не только нормализовалось. Потому что вы понимаете, как вы задаете вопросы, на которые нет ответа. Вы задаете вопрос, как снять давление? Сразу отвечаю, никак. Никак. Потому что давление снять невозможно. Вы его снимете, а организм его поднимет. Он зачем-то же его поднял до того, чтобы вы его снимали? Поэтому. Или, например, как избавиться от одышки? Никак не избавитесь. Одышка нужна потому, что вам не хватает кислорода. И организм будет чаще дышать. Как его уговорить не дышать, если ему нужен кислород? А то еще люди подходят и говорят. Как избавиться от сердцебиения? Только вместе с сердцем. Никак. Сердце будет стучать. Ровно. С таким частотным ритмом. Каким нужно, чтобы каждый пятый палец с левой ноги получил кислород? Это понятно, да? Как избавиться от прыщей? Никак. Прыщи это кладбище статилококка. Ну как от них избавишься, если на кладбище? Умер статилококк, его отвезли на кладбище. Ну как от кладбища? Как избавиться от кладбища? Никак. Можно сделать так, чтобы либо быстрее умер, либо больше не размножался. Как думаете, что легче, убить? Или испортить удовольствие от размножения? Он сам умрет. Он же не ждет вечно статилококк? Он когда-нибудь подохнет? Но если он перед этим успеет размножиться, то их будет много. Поэтому мы ничего не можем убить. Только в критических случаях, когда все вырвалось из-под контроля, мы можем только лишить способности к размножению. Китайцы не будут нас убивать. Никогда. Нам их не осилить, им нас не осилить. Нас невозможно убить. У нас, говорит, не поднять колено. Мы лежали и будем лежать. Они лежат на способности к размножению. Поэтому все, на что они будут действовать, будет либо из области трусов, либо из области шапочек. Они специально будут... Это могут быть прокладки, это могут быть трусики с пупырышками, там, потом это могут быть презервативы, там, не знаю, или кактусы, я не знаю. Что они еще придумают для нас? Для наших дистрибьюторов отечественных, которых миллионы, 8 миллионов у нас дистрибьюторов в стране. Вот эти органы, два не трогайте. Голову приходится. И органы размножения. Пол мира сейчас, пол Москвы китайскими прокладками болит. Что у русских прокладок нет? Подумайте, что делаете. Очень серьезно подумайте. Нам до китайцев... Мы монголов догнать не можем, не то, что до китайцев. Сивилизация мощнейшая. Полтора миллиарда уже в эту сторону идут. И все отлично. Итак. Причина следственной связи гипертонии. Первая причина. Первая причина гипертонии. Психология. Я буду давать прямо под запись, чтобы у вас потом было все расшифровано. Адреналин. Прямо так и пишите. Сужает сосуды. Адреналин бывает в плохих случаях и в хороших. Всегда. Не бывает адреналин, например, только от страха. Он бывает еще и от радости. А он бывает еще и от... От чего, например, бывает еще адреналин? Ну, от стресса. Значит, вообще существует вроде две вещи. Горе и радость. Да? Ничего больше не дано. Все остальное это промежуток между горем и радостью. Но. Адреналин это мобилизационный гормон. Например, у вас нет ни горя, ни радости. Вы просто прыгнули с парашютом. Радость. Сначала больно, когда бросались. А когда приземлились, радость. Вам понятно, о чем я говорю, да? Что адреналин бывает не только тогда, когда вы плачете или когда вы радуетесь. А он бывает, когда вы напугались. Когда вы сильно напряжены. Когда вы делаете какое-то... Когда вы быстро едете на машине. Это тоже адреналин. Это мобилизация. И когда человек говорит, что ты так носишься на машине. Он говорит, я люблю это состояние. Вот этот... Как они называют его? Драйв. Да? Вот этот вот драйв. Или, например... Вот меня на гору вывезли. На чемпулак. Передо они спросили. Я говорю, ты умеешь кататься на лыжах? Я говорю, ну так. Скромненько. Они говорят, ну мы тебе сначала чемпулак покажем. Мы завезли меня на 3,600. Внизу Алмарта видно. Все. А дальше я говорю, как мы спустимся? Они говорят, малыша. Вот тут драйв наступил. Я говорю, мама дорогая. Я и плакала, и уговарила меня не спускать. Вообще, что угодно. Я говорю, на самом деле, я вообще третий раз на горных лыжах стою. А там слава на трассе высшей категории. Они говорят, ты ничего. А это... Слушай, ну ничего, я поеду задок перед тобой. Ты меня держи за палку. Я говорю, я тебя сейчас несу. Какой там задок передо мной? Это что? Сейчас, говорю, я разгоюсь. Я очнусь только уже в Алма-Ате. Я говорю, сколько будем спускаться? Она говорит, ну с тобой тут полтора часа. Потому что ты, говорит, ездить умеешь? Я говорю, ездить я умею. Тормозить не умею. В общем, пока я доехала, товарищи, пока я доехала, это был такой адреналин. Потому что я готова была просто вообще снять шапочку и вообще все на свете зимой. Потому что просто я от ужаса, я доехала, потому что никогда не полезно, чем была. Пустила, смотрю, думаю, эх ты, как там хорошо было. А никогда снова зачем было? Я говорю, завтра. Я говорю, я до завтра оживу. То есть, к адреналину это наркотик. И это самый величайший наркотик. Вот если вы там были, то это наркотик. Поэтому если вы думаете, что адреналин только от проблем, нет, он бывает от хорошей жизни. И он обязательно даст у человека спасность от судов. Ваши дети пошли на экзамен. Это адреналин. Вы сделали вид, что не любите своего ребенка, у него адреналин. Да просто мама ушла и не сказала, куда. Вы себя вспомните. Вспомните себя в 6 лет. Сидите у окна и смотрите за занавеску. А вдруг мама не придет? А вдруг что-то случится? И вот это вот состояние, помните, да? Вот это детский адреналин. Поэтому не нервируйте детей. Лучше позвониться и скажите, что вы идете. Потому что он на адреналине весит. И когда вы говорите, ребенку не плачь. Что такое? Надо плакать. Надо плакать просто, чтобы вот, но... Ребенок должен плакать. Нормальный ребенок должен плакать. Потому что он не потеет, его адреналин никуда не уйдет. Он обязательно должен плакать. Отчасти, от радости, от горя, там, от всего должен плакать. Китайцы для этого бьют по щекам, щеплют за уши. Чтобы только ребенок заплакал. Потому что когда он начинает вредничать на адреналине, у него тоже идут уже запускающие моменты гипертонические болезни. То есть, чтобы вы не думали, что там все очень просто. Еда. То есть, вот давайте сразу так. Решите такой кружочек и пишите от адреналина. Просто, чтобы вам механизм был понятен. Пишем. Спазм. Ну, спазм сосудов. То есть, сосуды судились. Тут ни при чем холестерин. Тут вообще тут ничего ни при чем будет. Спазм все. Мужчина умирает именно поэтому. Вот если инфаркт 35 лет, причина одна. Спазм. Причем, кстати, самое интересное, что. Чтобы снять этот спазм, мужчине надо обязательно дать либо 50 грамм коньяка, либо 50 грамм водки, либо пол-литра горячей коралловой воды с микровидрином горячей коралловой воды. Или коралловой кальцием или гидроссельным. Либо 40 градусов по температуре, либо 40 градусов по градусу. Чтобы снять спазм. Понятно, да? Есть ли вы видите, что? А? Последнее. Последнее, поподробнее. Для мужа записываю. Да? Понятно. Одна подошла ко мне, знаете, мой муж вас так любит, так любит. Он не включает три раза в день вот то место из вашей лекции, где вы говорили, что мужчине надо налить 100 грамм винах разного перед обедом. Он его наизусть знает. Причем не только. На физике включает рома с этого места. Я говорю, когда я иду на кухню, слышу, что вы такого говорили. Выгодит его лучший друг отсюда. Я говорю, да что вы? Так вот, если вы чувствуете, что человек в шоке, в шоке или в спазме, вся короняка, вся короняка или... Потому что вы можете же подсунуть так. Вы же люди особенные. Вы можете подсунуть, например, капсулу микрогидрины в холодной воде. Чем это ему поможет? Скажите, пожалуйста. Через два часа она растворится в кишечнике, и там обязательно не хватит воды. Механизм понятен? Адреналин идет только пот, моча и слезы. Человек должен либо заплакать, либо сходить в туалет по-маленькому, а просто так у него нет оснований. Собаку напугать, она тут же обманщится, да? Поэтому мужчину так не напугаешь, что он обманщился. Поэтому ему придется либо горячую воду, чтобы он вспотел. Вы реально должны увидеть пот. У медведя все в порядке. В этом звали медвежья болезнь. Медвежья болезнь – это речь серьезная. Студенты ее очень хорошо знают. С адреналином понятно, да? Я скажу так. Это не основная причина, но очень серьезная. И вы должны знать, в какую сторону действовать. Если вы, например, при адреналине приняли гипотензивный препарат, он что-то расширил сосуды, то адреналин там внутри, он снова эксклюзит. Вы дозу увеличили, расширили, он снова эксклюзит, потому что адреналин не выйдет без фото. Его уничтожить невозможно. Он будет внутри в организме, он сузит. Действует препарат 3 часа. Через 3 часа, вот как комар, знаете, была реклама такая. Комар сидит такой, в командирских часах на пеньке, а рядом сидит рыбак. И написано, механизм действия этого противокомаринного средства 6 часов. У комара, значит, так, без 5. То есть он уже такой мощный. То есть, как только кончается действие гипотензивного препарата, адреналин, находящийся в организме, сделает все то же самое. Либо надо точно знать, сколько действует препарат, и что дальше, либо надо все-таки этот адреналин попытаться вывести. То есть самый безопасный путь – вспотеть. То есть бабушке – вспотеть, ребенку – вспотеть, мужчине – вспотеть. А вспотеть можно только от горячей воды. Больше ничего не вспотеть. Потому что заставлять человека копать или заниматься сексом в этот момент, когда у него стресс, банк врухнул. Какой тут секс, да? Может, вообще секс отменится? Матрескер. Ну как это? Как бы мы не дует, да? Итак, вот это первая причина. Она и у врачей стоит первая. Вам всегда скажут, гипертоническая болезнь, это вы не нервничаете. Даже если вы не будете нервничать, вот все равно, наверное, будет поделяться. Вторая еда. От еды идут три проблемы. У крови может быть жирная и кровь может быть от еды какая? Кислая и вязкая. Вот так. Жирно-кисло-вязкая или отдельно жирно-отдельно кисло-отдельно вязкая. Никакого отношения к адреналину это вообще не имеет. Понял, что вы в другие стороны вообще пошли, да? Итак, нам надо разобраться, не кушаете ли вы продукты, такие, которые делают кровь жирной, кислой и вязкой. А это значит автоматически еда не кислая, полущелочная, либо на 50% щелочная, либо на 70%. Более жидкая, чем она обычная. И меньше белков. Белки это то, что называется мясо, яйца, хлеб и так далее. Я вам скажу так, от капусты, морковки, огурцов. Никогда не будет гипертонии. Вот если гипертоника посадить на капусту, морковку и огурцы, вообще больше даже ничего не делать. У него все равно гипертония и пройдет. Ну не было гипертонии во время войны, на голоде. Ну не было. Не было. Никаких инфарктов не было. Какой инфаркт, когда в крови, ни жили люди. Ну какой инфаркт? Если только от адреналина, да? Можно было получить шоковое такое. Но если кровь жидкая, она и в узкие сосуды пройдет. Третья причина вода. От воды какая кровь будет? От недостатка густая, абсолютно точная. Вам морковки скажут. Пищи? Не, не. Ну да, пищи. Пищи, если они уже сказали, да. Они вам еще скажут, чтобы кровь была не густая, мы ее разжижим аспирином. Что сказали? А действительно слышали, что сказали? Если кровь густая, мы ее разжижим аспирином. Если кровь была густая, она будет густая кровь с аспирином. Как ее можно разжижить с аспирином? Потому что аспирин не жидкость. То есть русский язык, он нормальный язык. Уже чушь-то хватит порой. Они могут снять холестерин, могут снять жирность, могут снять слипание, закисление, агрегацию, хотя слипин не снимет. Но раз жижить кровь, можно только жидкостью. Это понятно? И это разные вещи. Они могут сделать реологические свойства крови. Эритроциты перестанут слипаться, например, ровно 6 часов. Через 6 часов они слипнутся. Вопрос, вы хотите сейчас умирить или через 6 часов? Потому что через 6 часов надо принять еще таблетку аспирина. А будет 2 часа ночи. И вы будете как те медсестры. Больной, вставайте. Вам пора принимать снотворное. Вода. Вода. Только вода. Это из разных причинно-следственных связей. АБВГД. Причины гипертонии. Хламидии. Мы сейчас конкретно напоминаю про причины гипертонии. Тектую крупными буквами. Причины гипертонии. Мы в таком ключе еще я вам лет не читала. Мы обычно как-то идем в столбик, да? Поэтому вы не сильно понимаете. Медикаменты. Медикаменты могут явиться причиной гипертонии. Есть препараты химические, которые повышают артериальное давление. Например, тоники. Например, женьшей. Например, психостимуляторы. Адаптогены. Это могут быть, кстати, и натуральные продукты, и ненатуральные. А? Физиотерапия. Физиотерапия. Абсолютно справедливо. Физиотерапия повышает давление. Кофеин повышает давление. Все таблетки с кофеином, а это может быть кофецилл, ну то есть их множество. То есть повышающее артериальное давление, запишите, как побочный эффект. Наследственность. Наследственность, да. Посмотрите, от чего умерла ваша линия по маме и по папе. И если там было много гипертоников, то, конечно, часть генов, ответственных за тонус сосудов, за холестерин, еще за что-то, может быть генетически обусловлена. Но это не значит, что у вас будет обязательно гипертония, но может сработать. Вероятно, 20%. Движение. Все, что связано с низкой двигательной активностью. И запишите механизм. Блокировка лимфатической системы. Потому что лимфоузлы находятся внутри мышц. Вот лимфоузел, вот мышца. В лимфоузле нету сердца. И это вообще параллельная система. Мышца сокращается, лимфа уходит наверх. Поэтому отеки всегда лимфатические. И если вена выскочила за предел мышцы, вот она видна уже, выскочила, то ее никто прижимать не будет. Естественно, она сделает варикодное расширение. Потом там тромбы начнут образовываться, клапаны пропадут. Потому что она должна все время быть внутри мышцы. И мышца двигается. Чем китайцы занимаются гимнастикой, да? Не потому что они хотят хорошую фигуру. У них никогда не будет хорошей фигуры. У них наследственно плохие фигуры. Маленькие, кривоногие. Ну что, от того, что они будут заниматься зарядкой, у них лучше фигуры, что ли? Высокие, длинноногие блондинки, что ли, будут? Нет? Поэтому они занимаются явно со здоровительной целью. Я только не могла понять, какая здоровительная цель. Веса лишнего у них нету. Нигде ничего не висит. Они в пять часов утра там уже на стадионе. Количество полмиллиарда человек. Они лимфатическую систему тренируют. Они, правда, не знают об этом. Нет, так положено. Это традиция народа. Им даже никто об этом не сообщил. А если бы, например, посты соблюдали, нам же никто не говорил, что это для нашего здоровья. Что мы холестерин, например, снижаем. Или бедали по протеиде высокой плотности или низкой плотности. Это сейчас мы узнали. Мы сейчас только додумались до того, что Господи, так Господи, это счастье вообще. Если бы 240 дней поста вы соблюдали, какая гипертоническая болезнь такая? Какая такая любовь? У человека, соблюдающего посты, правильно, вообще не должно быть гипертонии. По определению, если у него 200 дней вес жира, откуда холестерин будет? Итак, движение. Лимфа. Ну, сюда же запишите вес. Любовь, что человек, который двигается, он меньше весит. Потому что, а почему он меньше весит, кстати, почему-то? Почему он меньше весит, когда двигается? Ну, он тратит энергию элементарно. Если он съел 3000 килокалорий и на 2000 пробежал, то у него осталось 1000. Это просто вот, ну, тут очевидно, как божий день. Если вы съедаете 3000, а тратите одну, то две у вас остаются в запасе. Припишем два на лун, пошло два пишем, говорит, с ума сошло. Обязательно? Поэтому все, кто двигается, они тратят эту энергию. Вредные привычки. Вредные привычки для гипертонической болезни. Как вы думаете, какие могут быть? Есть такие, нет? Алкоголь. Алкоголь, безусловно, нарушает. Употребление чрезмерно соленой пищи, то есть, но сюда же запишите употребление чрезмерно кислой пищи. Вредная привычка кофе три раза в день. Вредная привычка спать после еды. По одной простой причине, желчь не выделяется, потому что когда человек спит, желчь не очень выделяется. Когда он двигается, поел, допустим, и пошел работать. То есть, в принципе, желчь выделится, потому что он наклоняется, сгибается, там, приседает, берет что-то. Живот двигается, желчный пульматирует. А если он лег, то уже жирок срезался. Полчасика? Ну, полчасика, конечно, можно. Если очень хочется, ну, и часик можно, не вопрос. Мы сейчас про гипертоническую болезнь. Недосык. Лучше не доспать, чем переработать, да? Тяжелый труд физический. Стрессовая работа. Вредная привычка реагировать на все сердце. Вот вредная привычка. Лучше помогите материальному. Там, где можно помочь материальному, не нужно сочувствия до слюни, сопли, слезы, вступает в силу первая причина. Адреналин. Я всегда говорю, что что-то, вот, детей тебе жалко, да ты помоги ему физически, дай ему спирулину, там, еще что-нибудь, еще что-нибудь, чтобы его не отобрали. Биоэнергетика. Ну, биоэнергетика, это причина такая закрытая, мы ее не расшифруем, но, во всяком случае, то, что касается энергетических параметров, безусловно, если на кровь, или на человека идет воздействие энергетическое какое-то, то кровь первая реагирует, потому что тонус сосудов, наполнение кислородом, это все в крови. Экология. Ну, конечно, влияет. Не стопроцентно, но, если человек, например, все время живет в каких-то экологических условиях, ну, условно говоря, холода, или жары, ну, представьте себе, экология, допустим, в пустыне, воды мало, температура высокая, и когда наши туристы проникают в Египет, в летний период, в 40 градусов, то есть они ведут себя, как пингвины, которые туда высыпались, и очень многие с гипертоническим кризем. Во-первых, жарко, во-вторых, они пьют все время холодную воду, в-третьих, они имеют свой повышенный вес, в-третьих, в-третьих, они едят столько в Египте, no-conclusive, что просто арабы вообще в шоке. То есть нормальные люди столько не едят в жару. Они в жару пьют водку. В жару 40 градусов, пить водку 40 градусов. Будет 80. 40 плюс 40. Причем у нас все наоборот. Мы в холодную погоду пьем кислое вино, нормальные люди пьют глинтвейли. Ну, греются хотя бы вином, да? А в жару напьем водку. 100% запуск гипертонии. Если человек после 40 туда прорвался, вот у него даже могло не быть гипертонии. Ну, вот эти вот 7 дней объедания сладкого, жирного, 14, да? Плюс выпивание сколько хочешь, плюс загар, плюс купание, плюс все, приезжают люди и начинаются проблемы. У женщин начинаются проблемы мактопатии, фибромиома. Герпес там, вот это все, да? Активизация начинается всего. Есть выдачные снижения? Ну, конечно. Травмы. Значит, на гипертонию очень сильно влияют. Запишите. Травмы черепа, травмы позвоночника, травмы костей таза, сколиоз, сотрясение головного мозга и травмы внутренних органов. Ну, падение, например, с высоты или прыжки. Кстати, как вредную привычку можно занести большой спорт. Потому что, если человек ныряет вниз головой в 10-метровой вышке или боксом, например, занимается, он обязательно какую-нибудь травму получит. каратэ, например, да? Когда человеку 30 лет, 20, ничего не произойдет. Что с ним будет в 50? Потому что в 50 вот как раз с ним будет то, что он заложил фундамент в 30. Ну, время, естественно, стареют сосуды. А значит, вот теперь глобальные причины. Итак, спазм, жирная, кислая, вязкая кровь, густая. Все остальное условие. И еще одна есть причина, которая называется плохая работа почек или загрязнение почек. Плохая работа выделительных систем. Причем, обратите внимание, все, что связано с этими элементами, даже при других заболеваниях, да, с гипертонией. Например, самый простой пример. При сахарном диабете. Вот у человека развился сахарный диабет. У него еще не было гипертонической болезни. Тервичное повышение сахара. 5,5,6,7,8,9. Сразу развивается гипертоническая болезнь. Потому что кровь становится сладкая, вязкая, кислая. Человек чаще мочится, значит она густая. По этому поводу он будет очень сильно нервничать. Поэтому будет адреналин постоянно выделяться. И как правило у сахарных больных, у больных с сахарным диабетом присоединяется мощная, активная гипертоническая болезнь. Статистика по гипертонии просто колоссальная. Если каждый второй умрет от инфаркта в этом мире, в этом мире каждый второй умрет от инфаркта. Инсульта, тромбоза, это то, что связано с гипертонией. Бывает конечно инфаркт без гипертонии. Но в этом случае это либо спазм адреналиновый, либо какая-то сильно закисленная или сильно густая кровь одномоментно. Например, человек объелся очень сильно, а потом поступило неприятное издействие. Кровь уже перед этим. Сегодня просто, он всегда, он никогда так не делал, он сегодня просто один раз наелся. Вот так это обожрался, что называется, на день рождения. А потом какая-то проблема серьезная. Инфаркт и привит. Но инфаркт это не случайность, это закономерность. Закономерность постоянных стрессов. Гипертонический инфаркт в том числе. Это закономерность постоянной неправильной еды. Жирной, кислой, густой, вязкой, белковой. В большом количестве. Не тогда, когда нужно. Запиванием это холодной водой. С нарушением пищеварения. Это постоянное хроническое употребление ни того, чего нужно, ни в том месте, ни в то время, ни с тем, с кем нужно. Что усиливает стресс? Это пропущенные хламидии. Это неправильное ведение человека. Неправильные медикаменты. Это недостаточная двигательная активность. Это вредные привычки. Инфаркт это стопроцентная закономерность. И гипертония, товарищи. Это плата. Как мы раньше говорили, мне никогда не было понятно слово. Что такое болезнь? Это карма. То есть карма это действие, это закон причин связи. Карма это что-то ты делал не так, тебе за это будет это. Это бывает на разных уровнях. На эмоциональном, духовном, ну, не важно, да? Слово непонятное для нас карма, поэтому до сих пор не можем вам расшифровать. Но то, что за все надо платить, это точно. За неправильный образ жизни вы будете платить гипертонии в первую очередь. Вакцин, а кламидия как он там? Кламидия механизм действия. У них внутри клетки это внутриклеточные паразиты. Они на себе несут холестерин. И когда американцы исследовали бляшки под электронным микроскопом, они были в совершенно шоке. Там оказались не бляшки, там оказались хламидиозные колонии. И у молодых совершенно людей, 30-40 лет у мужчин, микрососуды сердца, капилляры, были практически с нулевой проходимостью именно из-за этих холестериновых хламидиозных колоний. Но в этом случае не помогают никакие статины, потому что здесь нужна мощная антихламидиозная противохламидиозная терапия. А это, по сути дела, антибиотики. То есть хламидия на себе всегда несет запас холестерина. Потому что у нее есть вирусная часть у хламидии. Хламидия – это смесь бактерий с вирусом. И вирусная часть не имеет на себе запаса энергии. Поэтому хламидия его создает себе сама. Если раньше расклировать заболевание после 50 лет, то сейчас это заболевание в 30 лет уже. Сейчас инфаркты для мужчин в 35 лет это уже в 20 лет умирают. В 20 лет у меня у нашей работницы, моего начальника склада, дочка вышла замуж. Молодой бизнесмен, 35 лет. Ну, просто вообще как-то так долго не складывалось. Тут вот буквально год жили. И вышла на балкон взять сидит. Не могли понять зовут, не отвечает. Стресс какой-то случился на работе. 35 лет трансмуральный инфаркт. Прямо скамейки умирают. Какие есть в 12 лет черепаны? Черепаны, да, конечно. То есть, вот опять же, мы так привыкли, что гипертония это болезнь старости. Да ничего подобного. У ребенка гипертония, пожалуйста, адреналин, пожалуйста, плохие почки, нарушение выделительной системы, то есть, токсическое. Пожалуйста, кислая кровь элементарно. Сейчас гипертония может быть в любом возрасте. В любом. И то, что от гипертонии можно испариться образом жизни, это 200%. Вот просто. Смотрим, как было избавляться. Путь первая. Приведем порядок в центральную нервную систему. Осознаем, что такое эмоции. Осознаем, что каждая двойка принесенная ребенком, это еще не конец жизни. Мы не умеем реагировать, вообще не умеем реагировать. Осознаем, что если у нас где-то убудет, значит, где-то прибудет. Вот вы знаете, какая важная вещь. Мы въехали, мы сейчас ездили по территории Украины, когда я поехала на Украине на машину, на машине, ни одна из лидеров, ты только что с ума сошла на Украину, на машине. Я говорю, что такое, все время беру по Украине на машине, да ты что, там штрафы повысились 10 раз. Но как бы мы не слышим то, что нам говорят, сигнал был. Значит, мы штрафами выплатили тысячу долларов на Украине. Это просто в легкую. Причем, за что? А вот едешь, допустим, по дороге, а сзади едет гражданская машина. Идет трактор, он все время в этом месте ходит. Туда, сюда, туда, сюда. Пока автомобилисты не соберутся, не вытащат, тракториста, может, ему не набьют, что он туда-сюда ездит. И спрашная полоса, ее обгонять нельзя. И в засаде гаишник. В чужой стране с русскими номерами на лестусе они говорят, какие 100 гривен, да что, с ума сошли, во сколько ваша машина стоит? И понимаешь, что это вообще? Хоть злить, хоть нервничать, хоть что делать. Скорость 90-60-90 они любят евростандарт. Сплошная полоса, везде знаков по навесу 50-30-20. Ну просто вообще. Украина вообще оккупирована. У них разогнали гаи год назад, у них вообще не было ни одного гаишника. Ну в смысле не было грей. Закона не было. Час снова вернули и штрафы повысили в 10 раз. Ну мы доехали, там заплатили все эти штрафы. Причем гаишники работают как таможня. А что у вас? А что везете? Диски? Оу, вы наши. Это джекпот. Джекпот. Диски везем. Ну то есть, представьте, что такое, человек заехал в чужую страну и везет свои лекции. А мне звонят, ну пожалуйста, хоть что-нибудь привезите. Я говорю, за это что-нибудь, это не вы мне платили, а я вам платила. За то, чтобы вам диски привезти, да? Приехали. Поставили под охрану машину. Утром прихожу, говорю, у нас проблема какая. Сняли водительское зеркало. В центре города, практически на Крещателе. Под охраной сняли водительское зеркало. Звонили. И что вы 10 дней ждали? Зачем у таких машинных дорогих ездить? Зеркала дорогие. И тогда только до меня дошло. Только тогда до меня дошло. Так, кто? Водительское зеркало. Сняли. Что надо изменить? Видение. Что-то мы не то делаем. Есть норма. Есть норма. Норма страны. Ну пусть там. Норма государства. Норма природы. Норма еды. Норма воды. Не хочешь соблюдать? Плати. Самый лучший способ заплатить деньгами. Либо подстраивайся под норму. Есть слово защита. Про него надо думать. И не только в отношении своего организма. Вот машину не защитили, да? Можно было поставить вообще под колючую проволоку. Ну тогда зеркало было бы на месте. То есть вопрос степени вашей защиты. Я сейчас про что говорю? Я сейчас не про машину. Я говорю, что до меня только дошло. Измените видение. Еще будет все то же самое. Пока не измените видение. Первое. Не нарушайте. Все. Не нарушайте. Вот я сейчас каишник. Мне сейчас палку надай шапку. Я вам сейчас объясняю правила, которые вам не надо нарушать в жизни. Вы можете сказать, а это ерунда. Я то, что вам это ерунда граница, там можно 100 долларов, ну хватит мы проедем. То есть нельзя нарушать какие-то законы, надо соблюдать. В данном случае надо соблюдать законы еды, законы воды надо соблюдать, законы движения правильного, оптимального. Как спать, как есть, как что, как нервничать. Вы должны соблюдать обязательно. Это метрополитен. Скажите мне, где вы сядете, я вам скажу, где вы выйдете. Покажите, что вы мне кушаете. Приносите мне постоянно, скажу, у вас будет гипердоническая болезнь. Однозначно. Потому что вы кушаете вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И забиваете все это холодным морсом вкладывая, влюбленным. Точно будет гипердоническая болезнь. Потому что не существует случайностей каких-то там. Уже зеркало сняли, какая случайность? А вы знаете, как мы его нашли-то? Это вообще кошмар. Приехала одна из наших лидеров, говорит, что, а как без водительского зеркала тысячу километров назад? У нас на первом же паспорт остановят, да? Ну давайте, я говорю, давайте к трему привяжем. Говорю, давайте искать. Куда обращается? В интернет. Вышли на самый сайт. Ну просто вообще сайт. Вывален сайт знакомый. Приехали в Россию, украли зеркало. Приехали в Россию, украли зеркало. Помогите. Я говорю, и что будет? Она говорит, что ты помогаешь? Вообще не будет. А перед этим обзвонили все тойотовские центры. Ну нет зеркал, ну все. Ни одного зеркала на всю Украину. С Одесской, говорит, можем привезти через три дня. Через ровно минуту. Звонит девочка. Я говорю, знаю человека, у которого есть зеркало. Мы говорим, нет. Ну в интернет. Что, откуда? Не знает, где машина стоит, ничего не знает. Потому что у него даже, ну есть зеркало, говорит. Мы можем на него выйти. Мы через третьи руки вышли на этого зеркала, на этого человека. И он нам говорит, приезжайте туда. Мы говорим, мы не можем без зеркала ехать по Киеву. Говорим, привезите нам, пожалуйста. Он говорит, да ну что вы, я не могу, я на работе. Ну пожалуйста. Он говорит, ладно. Привозит зеркало. Начинает меня его устраивать, там все. И вдруг я ему говорю. Ой, вы какой хороший мастер. Он такой, я вообще не мастер. Я говорю, а кто вы? Он говорит, я там директора страховой компании. Я говорю, что это страховая компания? Ну пусть он кто-то страхует, автомобилист-то, все. Это очень большой оказался человек, молодой парень. Я говорю, слушай, я уже на Украину, говорю, как бы это. Я говорю, не националист, но что-то тут нам не везет. Он говорит, да нет, я даже готов вам бесплатно зеркало отдать. Он говорит, не, не, не надо. Она меня за червизовала, мы все заплатим. Он говорит, и он говорит, ключевые слова. Я говорю, вообще страховщик. И я понимаю, что найти это зеркало было нереально. Но он сказал слово ключевое, страховка. То есть страховка. Представьте себе, найти одно зеркало, которое есть в Киеве, да? То есть как сняли, так и вернули. При этом мордой об стол, что, товарищи, соблюдать надо. Я вам сейчас мордой об стол. Соблюдать надо питьевой режим, режим еды, режим безопасного общения. Соблюдать надо двигательный режим. Режим труда и отдыха надо соблюдать. Чтобы не было конкретно гипертонической болезни. Вы сейчас сидите и думаете, ну это я не смогу, это потому не смогу, это я вот это не буду, вот это я не знаю, да? Когда гипертоническая болезнь придет, вы придете к врачу, он скажет, пожизненно. Аспирин для разжижения крови и сосудорасширяющие препараты на всю оставшуюся жизнь. А вы скажете, а что будет, если я не выйдю три дня? Он скажет, у вас будут гипертонические крысы, вы умрете. И он будет прав. Что самое интересное. Причем она возносит такие таблетки, которые отменять нельзя. Как только таблетку отменили сразу. Потому что нельзя отменять таблетки гипертонические. Ни клофелин, ничего нельзя отменять. Идет синдром отмены там вообще. Сосуды, вырвшиеся на свободу, вообще что хотят, то и делают. Поэтому нет другой причины. Только соблюдать комплексные, системные, осознанные, абсолютно осознанные. Это не должно быть случайно. Сегодня я случайно нанесел 300 грамм шашлука жирного. Потому что у меня денег не было просто, да? Вообще не в эту сторону. Норма. Съел 50 грамм шашлука? Ну что? А только можно 150? Да можно. Ну можно. Заплатите. Вот пришли, заплатили и можно. Я сейчас сколько хотите. Это не доходит ни на первый раз, ни на второй, ни на третий. Вот это доходит только тогда, когда это повторишь, ну просто 15 раз. Я что вы должна уговаривать? Что вы не ели, да? То есть соблюдайте, конкретно, соблюдайте правила дорожного движения. И в России тоже. Мы, кстати, из России вырвались, в Россию заехали, говорим, слава богу, дома. И когда ли 150? Родные горишники тут все наши. Вот понятно, да? Ну дешевле. Вот у меня мама перенесла два года назад инфаркт. Сейчас пошло два года, мы ее ели, она уже все забыла. Она уже в тюклицу, без воды, просто прямой наводкой. И стоит там 6 часов, пока солнце не сядет. Забывается все мгновенно. Любой криз, любой инфаркт. Все отобрели. И то же самое на тебе делать. Программа. Я вам что хочу сказать? Нет программы гипертонической болезни. Нету ее, не существует. Существует только образ жизни противогипертонической. В это четко должны поверить. Итак, психология разобрались. С едой. Строжайшая дефектная ведомость. Все, что нельзя, убрали. Все, что нужно, добавили. Как альтернатива вегетарианству. Как альтернатива. Совсем плохо садитесь на вегетарианскую диету. У вегетарианцев гипертонии практически не бывает. У них другие проблемы, но это не гипертония. Гипертония это причина номер один смерти в мире. Номер один. Обидно будет, если вы своей маме не сможете донести ту информацию, которую я вам доношу. Вода. Разобрались. Только вода. Причем пить много нельзя. Пить можно только. Выделил 100, добавил 100. Выделил 200, добавил 200. Выделил 150, добавил 150. До тех пор, пока почки не начнут выделять 200, 200, 200, 200, 200. Моча при этом должна быть. Желтая. С нормальным запахом. Абсолютно спокойная. Без всяких хлопьев, мути и так далее. Потому что почечный вариант гипертонии вообще никто не лечит. Злокачественная почечная гипертония. Нижнее давление. 120, а верхнее 160. Разрыва практически нет. Страдает сердце, страдают легкие. Страдает головной мозг. Все внутренние органы страдают. То есть только вода. Индивидуальной нормы нет. В зависимости от того, как работают ваши почки. Между водой, между едой, щелочная вода. Во время еды кислая, горячая вода. Съедать можно. 300 миллилитров жидкой пищи, не более. Чем сильнее гипертония, тем стражее диета. Просто проэкспериментируйте. Вокруг вас окружают сотни гипертоников. Мамы, папы, бабушки. То есть у вас кошечек, на которых тренироваться миллион. Сначала тренируйтесь в режиме экономии. Это убрали, это убрали, это убрали, это заменили. Потом в режиме водички. Изменили характер воды. Потом в режиме укрепления сосудов, там, сердца. А вы ваги для программы? Значит, принципиального нет различия, но на хламидии надо обследоваться. Безусловно, еще запишите, обследоваться на всю патологию, которая разрушает почки. Почки. То есть это хламидии, опять же уреоплазмы, это стрептококки, бета-гемолитические, и это кондиды. То есть два органа должны быть в порядке. Почки должны быть как новенькие. Очистки при гипертонии. Только щадящие. При высоком давлении, выше 180, нельзя калаваду. Потому что человек во время калавады должен выпить 2 литра воды минимум, а то 2,5. И, конечно, больные гипертонические почки, или густая кровь, или сердце с увеличенным левым желудочком, который против этой гипертонии все время борется, они не очень хорошо это выдержат. Поэтому начинаем спокойно с лакс-макса. Сначала еда вегетарианская, потом лакс-макс, 2 по 2. Месяц, можно 2, можно 2,5, можно 3. Потихонечку подчищаться, потихонечку терять вес. И уже когда давление упадет до хороших цифр, 140 там. Для гипертоника даже 150 хорошо, потому что у него 220 бывает. Что такое верхнее давление и что такое нижнее давление? Вот верхнее давление это, например, 130, а нижнее давление на 70. Или говорят, и 70. 130, и 70. Так вот, это давление в момент систолы, когда кровь выбрасывается, вот кровь выбрасывается из сердца и пошла вниз. С давлением 130 мм втутного столба. И где-то она остановилась. А она остановилась тогда, когда предыдущая порция дошла до почек. Вот тут это встретилось, и кто мне говорят, с почками кровь встала. Так вот, то, с какой силой почки не пропускают или давят, это нижнее давление. А то, с какой силой сердце толкает, это верхнее давление. Разрыв должен быть 50 мм втутного столба. Например, 120 на 70. 130 на 80. 140 на 90. 150 на 100. А если, не дай бог, 150 на 120, разрыв уменьшился. Бывает 20. Бывает 10 разрыв, любой бывает. Так вот, если у вас выше 70-80, все, почки. Что с почками можно сделать? Промыть. Ничего больше не делать, только промыть. И промывать регулярно. Ничего с ними не сделаешь. Почки – это выделительный орган, которые не лечатся. Они моются. Они моются, чистятся, детоксицируются, успокаиваются. Но перед тем, как почистить почки, что надо почистить? Пишечник. И они не загрязняются. Высший пилотаж лечения почек – не загрязнять их. Чем мы можем загрязнить почки? Адреналином, едой, водой, паразитами и вредными привычками. Например, ромбусом. Понятно, да? То есть, вот как мы не ходим, мы все равно на эти блоки наткнемся. Мы можем снизу идти, сверху, сбоку. Мы все равно придем в одно и то же место. Если мы сели на кольцо, то мы с кольца никуда уже не сойдем. Поздно пить в Боржове, когда почки отвалились. Колодец надо копать еще не тогда, когда ты умираешь, а раньше, загодя. Почистились. Дальше ферменты, бактерии для чистоты кишечника. А дальше клеточное питание. Очень даже хорошо. Что любят почки? Они любят витамины, они любят минералы. Например, они очень любят люцерму. Потому что люцерма, с одной стороны, является сорбентом, а с другой стороны, она мочегодная. Они очень любят цинк. Очень любят цинк. Они любят селен, клеточная защита. Почки очень любят витамин С. Очень любят. Потому что витамин С это сосуды, а почки это вообще мембраны. Они состоят как миллион трубочек с мальчиками на конце. И через них идет фильтрация. А надпочечник сверху сидит и смотрит. Зашел стакан крови сюда, больше не поместится. 150 грамм. Должен выйти стакан. А если стакан зашел, и почка раздулась, надпочечник тут же дает команду. Тузится, сосуды. Все. В голове и везде-везде-везде-везде-везде. Для того, чтобы общий напор крови усилить. Почка говорит, не могу. Не получается. Забито. Рвутся дырки. Открываются шлюзы. Шлюзы. Знаете, что такое шлюзы, да? Так они закрыты, а так они открываются. И пошло. Что пошло к мочу? Белок. Сахар, белок. Ну ладно, грязь, паразиты. Грязь, паразиты пойдет в кишечник и будет там сидеть, примагнитившись к стенке. Что пошло? Белок. Белок, который нам нужен. Что еще пошло? Сахар. Сахар. Эритроциты, которые нам нужны. Лейкоциты, без которых мы жить не можем. А белок, а сахар, это пусть уходит, не вопрос. Лишний сахар он всегда уйдет через почки. Вот что начинается. Человек приходит, ему говорят, у вас в моче белок. Откуда в моче белок? Не должно быть ни одного грамма. У вас в моче эритроциты. Ничего себе. В сосудах дырки просто. У вас в моче эритроциты. Что они там делают? Они должны быть в крови и в линфе. Это уже третья серия. Вот тут уже вообще, так сказать, сложно. Назад все это вертит. Как эти дырки за что пасть в почках? Если у них гипертония постоянная. Гипертонус. Только промыть вот эти мембраны. Есть такое заболевание ревматизм. Которое заканчивается хронической почечной недостаточностью. Есть такая бактерия, бета-гемолитический стрептокоп. Коварнейшая вещь. Она делает лизис электроцитов. Она называется гемолитический. Съедает гемоглобин. Она не пытается. Она его ест. Она на нем размножается. Мы его на крови всегда растим. Это скриптокоп. А сумочки от эритроцитов. Сумочки. Вот эти срединнотканные. Они уходят в почки. И тромбируют вот эти каналы. И давление тут уже никакое не будет. Тут уже будет не 100. Тут уже будет 110, 120, 130. Вообще через почки кровь не идет. Все. Раз через почки не идет кровь, это искусственная почка. Удельный вес у каждого человека. 6 миллиардов человек на планете должен быть 1020. Нет других вариантов. Минимум 1015. Это говорит о том, что яды отходят через почку. Плотность мочи. Если человек ходит в туалет чаще, чем 10 раз. Если человек ходит в туалет ночью, по-маленькому. И если у него удельный вес мочи не 1020, а 1005, 1,005. Это значит, что у него в почках большая проблема. Вообще, если человек мучится каждые час или два, у него большая проблема. Сучка. Значит, моча не всасывается обратно. Нет реабсорбции. Нет обратного всасывания мочи. Вот это вот кипертоническая болезнь. Потом надо подвигаться. Потом надо избавиться от приятных привычек. Потом надо экологически защититься. Пока это не будем касаться. До этого еще не дошло у вас. Вы еще на ИТ пока застряли. А вообще на психологии. Мы еще все сидим с вами на психологии. Мы еще думаем. Хорошо ли быть здоровым? А нужно ли это мне лично? А что я готов за это сделать? А как вообще? Потому что если вы спросите, Ольга Алексеевна, а какие препараты у нас снижают давление? Никакие. Ассимилятор. Он не снижает давление. Он делает кровь не жирной, не вязкой и не слипшейся. Да? Что делает микрофитерин? Он делает кровь не кислой. Что делает вода? Она делает кровь жидкой. Да? Что делает сбор номер пять? Она разжижает кровь. Сбор номер пять успокаивает центральную нервную систему и не дает выделяться адреналину. Поэтому на давление ни один из наших продуктов не действует. Но комплекс наших продуктов, образ жизни, образ мысли нормализует давление. Нам давление не снижать надо. Нам надо в другую сторону, чтобы оно не повышалось. Нам нельзя снижать давление. Мы умрем, если мы снизим давление. Нам надо, чтобы оно не повышалось. Это совершенно другой способ. давление снизить можно а вот сделать так чтобы оно не повышалось и в этом образе жизни ни одну ступень нельзя выкинуть нельзя выкинуть воду нельзя выкинуть еду нужно принимать наши продукты сто процентов итак какие продукты нужно принимать при гипертонической болезни прямо делаем отдельную кнопочку наши продукты какие да 1 вода плюс каран второе гидроцель как думаете для чего 1 щелачивание 2 секучесть через маленькие дырочки вода с гидроцелем проскочит маленькие дырочки это почки это печень это мелкие капилляры не микро гидрин в плане антиоксидантных свойств другое а гидроцель в воду в плане изменения физических свойств воды кимич дальше солодка ой люцерна почечный с одной стороны в кишечнике я забирает с другой стороны обладает мочегульным действием и чистит мембраны почек кора муравьиного берега тут все понятно антисептик почечный ассимилятор растворяет холестеринобелковые комплексы крови которые тромбируют мелкие капилляры и сосуды прямо макро молекулы белково-холестериновых комплексов это от недостаточности ферментов поэтому ассимилятор поэтому дегистейбл поэтому папайя и поэтому пищеварительная формула если вы скажете кому-то вы знаете я снижаю давление дегистейбл с коралловой водой а никто не поймет как поснижать а давление падает дегистейбл с коралловой водой с горячей давлением падает потому что разжижается кровь потому что она становится более жидкой потому что почки включаются а а если еще шлюцерны вы понимаете доза зависит от того какое давление давление 200 или 140 вес какой вес 100 или 50 то есть доза начиная от одной таблетки 3 раза до двойной тройной дозы то есть индивидуально в каждом случае кто-то будет 8 таблеток ассимилятора принимать у которых вообще не передвигается по сосудам да и литр воды выпивать а кому-то две таблетки ассимилятора достаточно чтобы кровь была нормальной что будет критерием как считаете вот сами ответите что будет критерием эффективности давление цифры давления будут критерием правильно ли вы идете у вас было давление 150 на 100 вы попринимали вода глюцерна ассимилятор давление 150 на 100 все значит у вас неэффективно значит у вас задействован другой механизм так значит вы не проанализировали причины у вас же стресс был при чем тут ассимилятор при чем тут все остальное да у вас был стресс значит вертите в другую сторону попринимали золото коллоидное попринимали лицетин там или что вас успокаивает или что вас так сказать выводит из этого состояния например сбор номер пять попринимали противники для того чтобы мозги успокоились улеглось там все это смотрите давление упало понятно да критерием будет давление если вы идете в правильную сторону давление упадет если вы идете не в правильную сторону оно не упадет значит меняете значит вы перескочили первую часть психологии не проанализировали вот ко мне девушка подходила я не помню здесь она мне здесь 20 лет смотрела 20 раз смотрела вашу лекцию по гипертонии ну не получается на 21 раз заметила что там было горячую воду пить надо начала пить горячую воду но не факт что она упала и что это хорошо да факт хороший будет если оно не будет подниматься это понятно да оно не просто должно упасть оно должно не подниматься тогда вы все сделали правильно дальше что еще можем попринимать в эту сторону омега 360 что делает защищает сосуды сердца мозга печени почек клеток энергии препараты калия калия глюканат нормализуют калий натриевый обмен если человек пьет мочегонные то у него калий натрий селенцин уходят поэтому всегда надо немножечко добавлять либо курагу либо любой продукт с калием если с диетой разобрались то все будет в порядке сбор номер шесть чисто мочегонные травы спорыш прекрасный адаптированный шикарный сбор потому что почки надо поддержать внутри прямо он всосется рассосется уйдет в кровь его молекулы пройдут через почки на себя посадят часть токсинов выведут через почки потому что мочегонные значит открывают мембраны каналы и просачивается вода сбор шесть он сильно калий не выгоняет он не очень мочегонный это просто не очень мочегонный потом запасы калия можно что еще для почек можем или для гипертонии а рецепт повышает давление вот здесь обязательно понижает артериальное давление за счет укрепления сердечной мышцы мышца становится сильная мощная энергетическая сосуды держатся в тонусе у вас есть выбор либо идти нутрициологическим путем образа жизни либо идти к врачу и сесть по жизни но на мочегонные таблетки гипотензивные статины закормив аккорд цена просто просто не детская цена принимать всю оставшуюся жизнь аспидины резервины белокилины там сейчас уже много новых очень препаратов сейчас даже уже не догадаешься что это тот же резервин только в профиль а резервин вызывает тяжелейшие раковые заболевания есть книжка лекарственная продовольственная мафия резервин одно из самых опасных оно входит в состав большинства гипотензивных препаратов если мы раньше точно знали противопоказания то сейчас очень много новых гипотензивных препаратов противопоказания у которых такие что мы даже ну даже врачи которые там с 30-летним стажем они уже не догоняют потому что огромное количество то есть весь фармакологический мир работает на производстве этих препаратов если учесть что половина из них половина из них поддельные до 40 процентов дают поддельных медикаментов то принимать их становится опасным вот это вот гипертонический это это